Получить от добычи нефти максимум экономической выгоды – решение задачи в проектах молодых самарских ученых. В научно-исследовательском институте разработали варианты оптимизации добычи нефти на каждом этапе – от скважины до трубопровода. По любой трубе, скважине, насосной станции мы можем посмотреть на 20 лет вперед, как этот объект будет загружен, и на основании этого посчитать экономическую эффективность. Молодые самарские умы, можно сказать, пионеры в таких разработках. Аналогов подобных проектов немного. Активные, нацеленные на результат сотрудники научно-исследовательского института нефтедобычи во всем стремятся к прогрессу и максимальной эффективности. Живой интерес, конечно, вызывает и реформу местного самоуправления в Самаре, особенности которой обсудили на встрече с главой городской администрации Олегом Фурсовым. Тут можно провести параллель с передовыми научными разработками. Самара стала одним из первых городов в стране, который пошел по пути приближения власти к народу. Решение многих городских проблем будет в руках районных властей. Было решено значительную часть полномочий, в том числе финансовых, передать на районные уровни. Это полномочия в области организации торговли, в области развития культуры, в области развития спорта. Это частично полномочия, связанная с благоустройством, с обеспечением антитеррористической безопасности. Решение многих вопросов ускорится за счет районных бюджетов. Формироваться они будут в том числе и из налоговых поступлений. Ученых, как и других горожан, волнуют вопросы местные, благополучия своих дворов. К примеру, когда полностью ликвидируют так называемые разливайки в жилых домах. Я живу в 30-м доме по Новосадовой. И там на первом этаже скупают, раньше там были интернет-клубы для детей, все скупает предприниматель, чтобы уже организовать там распивочные. Над ними есть какой-то? Есть, конечно. Принят региональный закон, губернатор подписал его буквально в конце той недели, что вот эти все разливайки, они будут закрыты. И мной было дано поручение, значит, не допускать перепрофилирования вот этих разливаек, в винные какие-то магазины разливочные. И буквально в понедельник на оперативке мы вопросы по вашему дому поднимали. Подняли тему восстановления исторических зданий в центре города. К 2018 году в порядок приведут около 300 фасадов домов на средства федерального регионального городского бюджетов. Работы уже начались. Обсудили также ремонт дорог и тротуаров во дворах. Темы и проблемы, которые поднимают горожане, станут основой для работы районных советов депутатов, выборов, которые пройдут этой осенью. И, как говорят сами самарцы, важно, чтобы в этих советах оказались люди, цель которых – развитие и благополучие города. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.